Я, к сожалению, думаю, что очень многие не до конца за всем этим антуражем историческим не видят реальную картину. Первое. Предприятие давным-давно не амортизировало свои площади. Так это или не так? К сожалению, это правда. Предприятию не хватает собственных ресурсов, чтобы привести в порядок 14 здание издательского дома. В свое время не хватило ресурсов, чтобы привести в порядок дом печати, который был памятником культуры, но который деньги к министерству культуры не вкладывало. И в результате здания сейчас в таком состоянии, что я вообще удивляюсь, что туда арендаторы еще соглашаются заезжать. А возможно идеальная история, что новый собственник будет заинтересован в этом? Заинтересованный собственник будет думать, каким образом вложив деньги, он будет получать из этого обратную какую-то отдачу. И каким образом? В первую очередь только за счет имущественных отношений. Чисто полиграфии, вот все эти вопросы имущества не закрыть. Еще один момент принципиальный, который, наверное, мало кто понимает, но который, наверное, имеет смысл озвучить. А вы знаете, что на самом деле полиграфическое производство, оно вредное. И на самом деле в центре города постоянно тратятся огромные деньги на, как это правильный термин, на обработку вот этих вот химических всех веществ, которые используются в полиграфии. К сожалению, есть какие-то объективные данные. И в моем понимании надо бороться за предприятие, но бороться с умом, а не просто кричать, сохраним любым. Продолжение следует...